Привет всем! Сегодня будет видео о лошадях, но необычное. На выставке Ипосфера мне представилась возможность пообщаться со скульптором-анималистом Юлией Ротковой и с художником Дмитрием Лучановым. Это интервью абсолютно экспромт. Я к нему, конечно, не готовилась, просто я воспользовалась случаем. Ну а что из этого получилось, вы сейчас увидите. Итак, расширяем кругозор лошади в искусстве. А именно в скульптуре, графике, живописи и фотографии. Расскажите о ваших скульптурах. Я смотрю тут лошади в первую очередь, но вот внизу увидела еще и собаку неожиданно. Люблю все, что угодно и больше всего люблю животных. Я считаю скульптором-анималистом и с уклоном в лошадей. С уклоном в лошадей. А вот что за материал у этих скульптур? Ну да, у нас скульптур из дерева. Из бревна цельного. А еще есть? Бронзо на граните. Натуральный гранит и бронзовый металл. А, гранит на подставках. Гранит на подставках, да. Я поняла. Это полимерный материал, то есть пластик, если проще говорить. Вот. Потому что я стараюсь показать всевозможные материалы, чтобы была возможность приобретения разных ценовой категории, да. Чтобы можно было выбрать. Вот. Поэтому. Ну и сзади тоже посмотрите бронза. Вот эта маленькая. Тоже бронзовый жеребеночек, а халтикинский 10 дней ему. Да, халтикинский. Я уже начинаю узнавать. Вот. За ним ремьерчик маленький, тоже там с гранатом на тройме. Это латуй. Ну и сзади полимер. Вот это халтикинский, например, с настоящей Алладжой, привезенный позавчера из Туркменистана. В Ашхабад там тоже была конная выставка, где я тоже участвовала со своими лошадьми. Скажите, а вы с натурой делаете? Как-то как. По-разному бывает? Данная скульптура, она собирательный образ. А вот левая, английско-чистокровная, вот там слева, это настоящая, живой. Это крепыш, орловский рысак. Тоже бронза. Как сегодня рысаков показывали, какие они шикарные, это вообще невозможно просто. Так, а это вы сказали? Это английско-чистокровная. Это которые самые быстрые, я так понимаю, да? Да, которые самые быстрые. Я лепила ее на ипподроме нашем, центральном московском. Вот. То есть это реально просто какая-то лошадь. Снизу это английский туртерьер с живой собачки, но мне, к сожалению, не только фотографии присылали. То есть он ему возной, и отказались его увести мастер-фору. Вот. Я фотографиям смотрела. А картины здесь разных авторов. Смотрите, это Виктория Федулова. Она, ну, вообще фотограф, вот, и хобби у нее писать лошадей. Ну, какой-то совсем же разные все-таки области. Фото-то как-то, ну... Ну, просто она закончила художественное, и в целом начинала. Это художника, а потом переключилась больше на фотографии, но она еще возвращается. Вот верхнее, это масло холстого получанок, как раз Митрия, да, которого мы увидели. Потому что сейчас он может подробнее рассказать, что это и как. Снизу и вот это вот. Это Фефа Королева. Я слышала это имя. Вот она, по-моему, в зорчике, в зорчике. А у нас как-то с дончиками связано или нет? Да, да, да. Да, я и на ютубе что-то смотрела про нее. Фефа Королева, да. Вот это верхнее, так же, как и вот это верхнее. Это Любовь Мищенко. У нее графика такая, в скорости. Ну, все такое, в бежении всегда. Вот. Ниже опять, это опять Дмитрий Лучанов. Ну, тут, в общем-то, ярко выражены, мне кажется, все авторы. Ну, да. Можно сравнивать свои рельефчики, маленькие, опять, все мои. Тут гипс тонированный под металл. Опять же, таки, чтобы я более доступна была людям. Учись? Ну, что стало? Вот. Вот это вот я купила. Это Любовь Мищенко. Тоже у нее. Да, 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 арабская. Да, 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 арабская совершенно. Я на Террском конном заводе. Ну, как сказать, живьем вблизи, можно сказать, первый раз увидела арабских. Я теперь их узнаю. Здорово. Ну, и о халтикинских, и арабских, конечно. Да. Спасибо вам огромное. В общем, просто балдела от всего. Скажите, пожалуйста, о ваших картинах. Почему лошади, а может быть у вас и не только лошади? Четыре картины, в основном лошади, да. Ну, у меня тут не лошадь, а лошадь. Я люблю лошадь в картине, понимаете? Не лошадь сама по себе. Просто как фото, а вот сюжет, чтобы был, да? Да, не то чтобы фото, а экстерьерное это называется. А вот именно лошадь в картине, где она участник каких-то там событий. А это вот кто? Это у меня везет войны, русско-турецкой войны 1877 года. Двух пленных турок взяли. Называется «Удачная вылазка». Вот так вот таким беспощадным способом посадили двоих на лошадь. Чтобы уж не ожидать от них каких-то. Ну, лошадь как-то понуро так голову опустила с двумя лошадниками. Лошадь тут тоже выражает их состояние. Ну, вот это тоже, наверное, лошадь? Да, это уже охотничья сцена. Называется «Потеряли след». А, тут и борзые, и гончие. И борзые, и гончие. Да, у нас борзые как раз гончие заняты тем, что пытаются обнаружить след. Да, след зверя. А борзые, борзые немножко другая собака, иного, как бы сказать, способа охоты. Она не нюхает, она не ищет. Она только когда видит, течет, да, только тогда. Скажите, пожалуйста, время какое здесь показано? Конец 19 века. Конец 19 века. Да, причем, я думаю, знатоки охоты именно прочтут это время. Поскольку вот эта вот та красивая дворянская охота, она уже отошла в сторону в связи с отменой крепостного права. А тут уже попроще. Тут уже попроще такие, тут уже разночинцы какие-то, они так уже, у них что попало, вместо этих свор там, гончих. Сборная такая, уже не одни борзые, сборная солянка. Это тоже, а, да, лучанок, я вижу, но это араб. Это вот вы писали с существующего коня или это собирательный образ? Это собирательный, хвост султанчиком, огромные глаза, щучье морда, широкие ноздри. А почему именно белый? И серый, как правильно называется. Ну, тут скорее живописная задача решена, нежели какая-то экстерьерная, понимаете? Мне очень нравится такой вот импрессионистический подход в этой вещи, понимаете, когда вот здесь солнечное, в этих рефлексах, вот в этом состоянии, понимаете, солнечное. Такая была задача у меня. Супер получилась ваша задача, я считаю. А вот это, и еще четвертая вот эта картина, да? Нет, это вот другая девушка. Это другое. Вот я хотела сказать, вроде не похоже, но где-то же четвертая есть, или я ее пропустили? А вот туда, на военную тему. А, да, 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 да. Тут казаки, наверное, да? Да, тут это забайкальские казаки у меня изображены, едущие на войну. На войну русские едут с песнями. Картина была написана по заказу московского казачества, и сейчас в главном штабе. То есть она на выставку просто привозится, чтобы показать, да? А это нет, это эскиз, это эскиз картины. Она гораздо больше. Она была большого формата. Ну, она вот по сюжету та же самая. Та же самая, по композиции, по сюжету. То есть это не фрагмент, это прям целиком, вот только это... Это эскиз, эскиз картины. Прежде чем написать картину, делается эскиз, понимаете? Да, даже какие-то там фрагментики отдельные рисуются, лица там и так далее. Это очень интересно, конечно. А вы в каждой выставке участвуете? Первый раз? Второй. Второй, да? Да. Ну, я вот обычно проводила время там, посмотрела ринги и все такое. Сегодня я решила пройтись, думаю, а что же здесь можно еще увидеть? И я, вы знаете, я столько-столько всего увидела, что я просто пожалела, что в свое время я как-то вот, ну, что-то упустила, да. Ну, что делать? Зато... Чем больше никогда. Да, будут выставки еще, и я надеюсь, что я буду просто стараться как можно больше. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. Спасибо. И под конец несколько работ фотохудожника Елены Беловой. Она много фотографирует на Ипосфере, и впервые я увидела ее работы именно в альбоме группы Ипосферы ВКонтакте. В описании я оставила ссылки на страницы и сайты всех, чьи работы вы сегодня видели, чтобы вы могли познакомиться более подробно с творчеством Юлии Радковой, Дмитрия Лучанова, Елены Беловой, Виктории Федуловой, Любови Мищенко, Фефы Королевой. И в начале ролика вы видели черно-белые фото Анастасии Багриц. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok